всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре мышь от компании mad cats модели red pro s чем примечательна эта мышь ну а первых ее дизайном это узнаваемый дизайн mad cats далее масса ее без учета провода 72 грамма и это очень мало реально я не припоминаю таких мышей которые могли бы состязаться с этой мышью по массе естественно какие-то в моих руках были очень легкие мыши но вот это почему-то создала впечатление ну просто пушинки построена на на оптическом сенсоре avago pixar 3310 средняя цена по москве на нее составляет 5-6 тысяч рублей не знаю много это или мало с учетом этого курса доллара решать вам мышь для правшей мышь настраиваемая и переходим к рассмотрению мыши снизу и что у нас снизу имеется первое что бросается в глаза окошко сенсора она повернуто на 90 градусов как это сказывается на работе я не ощутил никаких проблем с этим естественно нету никакого адского гарнила сенсор работает в инфракрасном диапазоне здесь мы видим еще под окошком сенсора вот такой вот маленькую пупочку и кнопку переключения профилей их четыре штуки дефаут который не светится и настраиваемые три профиля которые подсвечены красным синим и пурпурным также снизу нас ожидают пять тефлоновых ножек тефлон хороший в меру стачиваемый достаточно твердый хорошо скользит придраться к нему я не смог поэтому четыре с половиной пять баллов за тефлон единственное что в комплекте тефлоновых запасных ножек нету это тоже стоит учитывать больше органов управления на дне нету здесь мы видим вставочку из другого из другой части мыши это глянцевый пластик такого салатового цвета и между двух стоечек у нас расположена колесико кабель у нас находится не по центру защиты от перегибы достаточно не выражены и это хорошо потому что защита от перегиба должна находиться именно от центрованных кабелей все очень просто когда здесь еще дополнительная такая набалдашка но это смотрится вернее ощущается ну совсем не кошерно потому что и так кабель не по центру как бы при движениях это ощущается плюс еще дополнительный рычаг создается это не тру сам кабель желтый в оплетке оплетка плотная похожая на шнурок кабель толстый тяжелый и достаточно сильно ощущается и с учетом того что мышь весит 72 грамма и такой вот кабель они сюда прямозрячили но это не совсем кошерно кабель должен был быть или без оплетки или достаточно тонкий и податливый вот такая вот колбаса на маленькой легкой мышки ну не тру давайте посмотрим на саму мышь это мышка для правшей с настраиваемой вот этой вот спинкой я вам чуть позже покажу ее устройство что у нас сверху имеется вообще мышь сделано с вот с такими вот полостями ну все просто как вы добьетесь массы 72 грамма без этих полостей это царство пластика основание мыши у нас сделано из матированного пластика центральная часть у нас сделана из глянцевого пластика а сверху soft touch панельки soft touch выполнен достаточно прикольно он не такой жирный не ощущается резиновым это лишь такое такое знаете на пыление на пластике очень приятное не особо сказать что она маркая поэтому мне она нравится кнопка переключения dpi у нас является не качелькой это лишь циклическое переключение dpi кстати вот здесь показаны два по папа три пары диодов которые показывают вам какое из трех значений теперь я сейчас включена естественно в зависимости от выбранного вами профиля самое главное кнопочки кнопочки выполнены отдельными панелями над микриками и это дает о себе знать вот вы сейчас прекрасно это видите чуть позже про это поговорим механический энкодер колеса амрон щеки боковые кнопки не знаю какие давайте я вам сейчас расскажу про боковую панель боковая панель у нас выполнена вот в таком вот виде чем-то она напоминает я не помню какую мышь но где-то я подобное уже видел передняя и задняя боковые кнопки и снайпер батон для чего она сделана снайпер батон не знаю спасибо им за то что она туго нажимается поэтому не происходит фантомных нажатий по той простой причине что основное время палец находится именно на ней и поднимая мыши от ковра палец опять же находится именно на ней вообще блок боковых клавиш сделан не очень удобно сейчас объясню почему ну во первых задняя боковая кнопка слишком уведена назад к ней приходится тянуться плюс ко всему тактильно они не очень понятно сделаны по той простой причине что здесь бугорок здесь бугорок а вот здесь вот такая ложбинка я бы понял и это было бы приятно для тактильного ощущения если бы здесь был бугорок ложбинка бугорок ложбинка тогда бы это нормально ощущалось и вы знали бы когда начинается задняя боковая кнопка и вам бы не пришлось тянуться вот это вот к этому разграничителю снайпер батон у нас тугая как я уже говорил вот такой вот с таким вот логотип чекам я так понимаю это снайперский прицел но не суть как бы я сделал эти этот боковой блок я бы убрал нафиг заднюю боковую кнопку чуть продлил назад переднюю боковую кнопку а функция задней боковой кнопки повесил бы на снайпер батон приятно тянуться приятное разграничение тактильное все хорошо молодцы но они сделали и дначе вот так вот если бы этот блок можно было передвинуть чуть вперед как у того же императоры или как узки метара то нареканий бы к задней боковой кнопки у меня не было но к сожалению вот так теперь вот об этой подстраиваемой фигне для начала посмотрим ее устройство ничего сверхъестественного нету это вот такой вот желтый стержень с боковыми насечками здесь тоже имеются насечки что это нам дает во первых вы можете повернуть панель под определенным углом и за счет этих насечек это будет держаться а во вторых когда вы вставляете здесь есть четыре положения полностью утопленная и три положения выдвижения вот такие вот дела сразу оговорюсь что с максимально выдвинутой пластиной мышкой могут пользоваться в ладунном хвате люди с размером кисти 20 21 сантиметр с полностью убранным с полностью убранной боковой панелью могут пользоваться люди и 16 и 15 сантиметров ладонь и главное что когда вы пользуетесь основным хватом в этой мыши я скажу какой основной хват в этой мыши это хват пальцевый именно на пальцевый хват на мой взгляд рассчитана эта мышь ну просто потому что в ладонном но она не совсем эргономичная даже с поворотом вот этой панели теперь моя придирка в плане пальцевого хвата на мой взгляд мышь достаточно широкая и сейчас объясню почему вы видите что вот эта точка самая крайняя сбоку и вот эта точка самая крайняя сбоку и получается что мои пальцы слишком растопырен и для микроконтроля собственно говоря пальцами и это не совсем удобно если бы они сделали вот это вот панель чуть поглубже чуть поменьше или сама мышь сделали бы чуть поуже тогда бы в пальцевом ухвате несмотря на то что у нее такой интересный дизайн она бы смотрелась и управлялась ну очень 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 круто как я уже говорил хват пальцевый ладонным она конечно ее тоже можно держать но ощущается это не совсем понятно по той простой причине что ладонь как бы соприкасается с несколькими точками и у тебя ощущение что ты мышь держишь не монолитную а как будто бы ты работаешь в хвате даже не знаю такой комбинация когтя что ли то есть когда у вас контачат только ваши пальцы и ладошка а вот это вот расстояние середины ладони как бы в воздухе ну на мой взгляд и мышь предназначена исключительно для хвата пальцами естественно все субъективно и если кому-то зайдет в коготь и в хват ладонь то милости что называется просим что у нас по кнопочкам кнопочки у нас это амрончики механический энкодер колеса вот по боковым кнопкам я не совсем уверен но судя по тому как выполнен этот блок там даже не свечи а такие маленькие кругленькие пим пачки поэтому честно я не знаю для чего называть их фирму поэтому это не слишком понятно итак давайте по кликаем вы все прекрасно слышали для начала хочу сказать что отдельные панели над микриками это не совсем удачное решение как вы видите вот эта панель она даже ходит в бок основная кнопка выполнена более монолитно однако при частом нажатии присутствует такое ощущение что там скрежетает пружинка сам клик мягкий накликивать удобно никаких проблем что у той что у другой кнопки но вот эта расхлябанность панелей она меня немножко вымораживает боковые кнопки нажимаются практически бесшумно кроме задней боковой снайпер батон как я уже говорил тактильно они не очень различимы плюс ко всему имеется небольшой холостой ход да и вообще сама мышка вот эта панель немножко ходит туда-сюда вот эта панель немножко ходит туда-сюда имеет холостой ход и люфт вот эта панель имеет определенный призвук в общем-то говоря они погнались за низким весом они его получили они оставили вот этот вот сегментированный дизайн но сама мышь в своей сути получилось достаточно погремушечной и она не ощущается как монолитная дорогая мышка может быть каким-то киберспортсменам это и пойдет на пользу но когда я отдаю за мышь в районе пяти шести тысяч рублей этого не должно быть ну и самое главное я забыл колесико давайте покрутим колесико вот колесико у меня никаких претензий нету нажимается она туго поэтому вряд ли его можно использовать очень очень тихая без дополнительных призвуков однако ну ход у него приятно прорезинены однако сами отсечки достаточно слабо выражены ну в общем колесико прикольное я бы ему поставил четыре с половиной балла теперь о сенсоре сенсор 33 10 шаг 50 дпи настройка герцовки 250 500 из 1000 по моему 125 тоже присутствует вообще дрова мне понравились они достаточно удобные там есть две настройки лода и это реально очень круто есть одна настройка лода когда он автоматически подстраивается а есть предустановленные значения и вот это очень очень круто это надо взять другим фирмам на заметку сорвать у меня него не получается у меня общение получилось сорвать при должных настройках не один 33 10 конечно в моей группе есть люди которые говорят что у них срывается практически каждая мышь на 33 10 но я не знаю как это было сделано при каких настройках на каком ковре поэтому вот так вот сенсор мне нравится он на уровне на мой взгляд зоек и мионикса очень приятный очень знаете особо хорошо соблюден баланс между сглаживанием и резкостью и на микродоводках он очень точный поэтому несмотря на то что по техническим характеристикам 33 10 не является грубо говоря топом он как бы входит в сегмент топов но не является абсолютным топом все равно это сенсор мне очень 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 нравится ну и заключение что сказать об этой мыши мне есть ряд отличительных признаков вес дизайн хорошие реализация сенсора однако сборка и небольшая погремушечность портит общее впечатление об этой мыши пока пока это или и и у и у это они AN